В честь 46-летия сочинского цирка с рабочим визитом на курорт прибыли директора двух цирков – Большого Московского и Ростовского. Народный артист России Эдгард Запашный и в прошлом шоумен Дмитрий Резниченко обсудили с руководителем сочинского цирка Сергеем Жирковым рабочие моменты и планы на будущее. Мы с оптимизмом смотрим вперед. Вы видите, что очень много зрителей, детишек, родителей. Планов очень много. И международные цирковые артисты, и фестивали. Сейчас планируется фестиваль анимационного кино детского. Это и разовые мероприятия, не только цирковой направленности. И концерты, и утренники, и сказки. Поэтому мы растем, мы развиваемся. Сочинский цирк – одногодка Московского Большого цирка, руководителем которого является Эдгард Запашный. Сочинской ареной народного артиста связывает многое. Здесь выступала вся его семья. С детства Эдгард знаком и с коллективом заслуженного артиста Александра Иванова. Но сейчас его интересует коммерческая сторона, чтобы эксклюзивная программа «Медведи-канатоходцы» прошла под куполом его цирка. Единственный аттракцион в мире и, возможно, в дальнейшем мы заключим контракт с этим коллективом. В принципе, для этого я сюда и приехал, чтобы ознакомиться, в какой форме сегодня артисты и их подопечные находятся. Яркая классическая цирковая программа под руководством представителя прославленной цирковой династии интересна и директору ростовского цирка. Этим летом арене исполнится 60 лет. Мы хотим заполучить эту программу «Медведи-канатоходцы» как основу нашего празднования такого юбилея. Это номер, который в мире аналогов не имеет. И был он задуман и реализован 30 лет назад. Вот насколько я знаю, с тех пор они были один раз в Сочи. В Ростове-на-Дону они не были никогда. Этот факт говорит о востребованности цирковой программы Александра Иванова за рубежом. Кстати, на арене Сочинского цирка увидеть медведей-канатоходцев можно по 28 мая.